Продолжаем нашу программу и продолжаем говорить про конкурс профессионального мастерства имени Юнуса Ахмедяйнова. И к нам присоединяется... Да, у нас пополнение к нашему столу. Да, 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 да. Шеф-повар, президент легендарного. Доброе утро. Максим Агуриев, доброе утро вам тоже. Доброе утро. Так, Екатерина, ну мы с вами остановились на теме... Что готовят. Да, что готовят, что готовят. Мы поговорили о том, что готовят, как оценивается, и, наверное, самое интересное и самое главное, это приз. За что же борются наши кулинары? За еду. За еду. Будут бороться за знания, потому что главный приз – это поездка на международный профессиональный форум кулинаров «Завтрак шефа», который состоится в городе Москва в июне месяце. Конечно, это не один приз, участников очень много, поэтому... Что-нибудь, может быть, более ощутимое? Да, более ощутимое. Это так, как конкурс проходит при поддержке мэрии, это, естественно, будет кубок мэра. Всем дипломы, сертификаты участия, ну и, конечно, то, что любят очень повара, коллекционировать – это медальки. Медаль. Медаль. Мы понимаем, что не только можно будет за всем этим наблюдать как-то дистанционно, но и посмотреть, собственно, на сам процесс можно будет, да? Правда? Конечно. Мастер-классы какие-то подразумеваются? Да, так как конкурс открытый, мы приглашаем всех гостей, жителей Казани посетить данный конкурс. Он проходит в выставочном центре «Казанская ярмарка», будет проходить три дня с 12 по 14. И именно, что интересно будет для гостей наших, это поучиться у талантливых шеф-поваров, потому что каждый день будет проходить мастер-классы с розыгрышем призов, конкурсов. Интересно будет всем. Максим, ну мы понимаем, что у вас есть подопечный, наверное, да? Да, ну, в рамках этого чемпионата проходит так же, как профессионалов, так же и юниоров, и студентов. В рамках этого мероприятия соревнуются студенты, они тоже показывают свой профессионализм, чему научились за годы в учебных заведениях. Они предоставляют так же, как и профессионалы, в этап входит нарезку лапши, так же входит определенные какие-то задания. Но я, наверное, все-таки расскажу свою задачу. Я сижу в судействе и контролирую уже сам конкурс профессионалов, которые ранее было рассказано, Екатерина. Да, Екатерина нам сказала, что вроде как есть какие-то канонические рецепты, канонические правила изготовления блюд, но вместе с этим сказала, что может быть еще и изюминка какая-то. Это так? Можно ли изюминку какую-то допускать в свою? Да, приветствуются ли? Ну, на самом деле, конкурс рассчитан на то, что, допустим, то, что готовили наши бабушки, все-таки классики больше. Классика, да. Но новая подача, новая модернизация. Для этого и существуют конкурсы, которые повара показывают свой профессионализм и то, что они добились, и то, что они делают. В свое время Юнус Ахмедзянов, как сказать, можно сказать, даже он метр гастрономии в Татарстане, так же, как, допустим, есть Поль Бакюс в Париже, у нас вот Юнус Ахмедзянов. Свой, да. Свой Поль Бакюс, Юнус Ахмедзян, да. В дальнейшем даже планируется, значит, когда уже будет масштабное мероприятие, вот именно чемпионат Юнуса Ахмедзянова, будет кубок Юнуса, да, такой же, как Поль Золотой Бакюс, такой же будет Золотой Юнус. Ну, давайте мы тогда, чтобы мы все могли прочувствовать вот эту историчность, да, и значимость этого повара для нашей кубки. Ну, да, я могу рассказать какой-то рецепт. Рецепт, поделитесь. Обязательно. Да, чтобы простой был, доступный. Интересен тем, что есть, значит, и суп, и второе блюдо. Это кулама, в принципе, достаточно известный, готовится из теста. Могу вкратце рассказать. Вкратце? Вкратце, да, значит, готовится тесто пресное, как для, значит, лапши, нарезается ромбиками, заранее отваривается говядина, пассируются овощи, значит, затем отваривается вот это, как сказать, тесто ромбики, припускается со сливочным маслом и соединяется с овощами и мясом. Это как второе. Ну, естественно, когда вы хотите, как сказать, попробовать суп, то добавляйте бульон из этого же мяса. Вот, сейчас, опять же, если возвращаться, модернизированные, то мясо уже не варят, а томят или используют какие-то новые технологии, например, сувит. Ну, это, в общем-то, как кому нравится. Это низкая температура, длительное время, да. Ну что, обязательно попробуем, спасибо большое, желаем вам удачно провести весь конкурс. Ну и пускай победят самые сильнейшие. Самые сильнейшие. Будем работать с самым лучшим. Удачи всем. Да, мы вам желаем хорошего дня.